Девчулечки, красотулечки, всем привет! Это распаковка. Покажу вам заказики по каталогу номер 3 и по каталогу номер 4. Кое-что уже взяла по купонам. И будем с вами рассматривать сейчас немножечко быстренько, ну и потом когда-нибудь впоследствии уже предметно будем смотреть, краситься и так далее. Ну и первое, что я вам покажу, просто даже не распечатывая, одежда. Урвала я немножко одежды, реально урвала, потому что к обеду понедельника, например, уже вот таких брюк не было. Взяла серые брюки, мне кажется, их очень хорошо все показали. И на себе, и не на себе, и разрекламировали, и брюки реально разошлись. Я говорю, к обеду не было. Я еще, знаете, накидала в заказ, ну, предварительно вещей. Думаю, я потом зайду и отфильтрую все, что я туда накидала, потому что хотелось несколько, а потом включился ум, начал работать, и я поняла, что мне кое-что не нужно. Зачем я это туда положила? И как раз вот из этой серии юбка плясированная, розового цвета, которую я думала надо, не надо. И когда я руководствуюсь, когда у меня такой вопрос, я руководствуюсь принципом, если сомневаешься, не бери. И вот она пришла, ну, я даже не знаю, сначала она мне показалась очень ярко-розовый, такой прям, ну, поросячий такой оттенок, но сейчас я присмотрелась, нет, она вроде бы более... Давайте сейчас мешок я сниму, мы посмотрим ее без мешка. Вот такой розовый оттенок. Надо, конечно, с вещами мерить, сейчас я не буду делать выводов, но показалась она мне изначально очень такой нежно-розовой. Может быть, еще знаете, зимнее сознание такое, да, которое яркие оттенки не воспринимает. Солнышка еще не так много, а когда солнца будет больше, захочется, конечно, чему-нибудь поярче. Ну, вот эту куртку, как мне не говорили там, то она короткая, то, значит, карманы у нее на груди вообще неудачный вариант, то, значит, рукава у нее длинные. Вот это, кстати, меня и заманило, потому что длинный рукав это как раз для меня. У меня чаще вещи оказываются мне коротковаты в рукавах, поэтому, думаю, должна подойти. Вот мне нравится все сразу этой куртки и цвет, и я люблю воротник-стойку. Взяла 44 размер, потому что, думаю, надо, наверное, было взять 46, потому что я люблю верхнюю одежду плюсом, размер с плюсом, то есть не свой 44 никогда не покупаю. А здесь схватила, но уже у меня не было вариантов разутвердить заказ, что-то поменять, иначе ушли бы брюки. Вот это зачем я добавила? Я честно не знаю, и я когда получила, я поняла, что, ну, я вообще зря ее заказала, потому что ткань, вот, я сейчас вам просто покажу ткань, она меня сразу не устраивает. Она мне напоминает шторы не очень дорогой ткани, и вот так она выглядит. Я в обзорах смотрела и почему-то не видела вот эту елочку, и атласный вот этот блеск, ну, и цвет у нее молочный, ну, да, он вроде и заявлен молочный, но слишком желтит. В общем, блузку, не знаю, даже, может быть, даже мерить не буду, чтобы она не теряла вот этот вот товарный вид. В общем, блузка нет, однозначно нет, я ее сразу откладываю, забирать не буду. Так, ну и очень удивилась, мне, значит, оператор на пульте выдачи говорит, вот это, вот это, говорит, ваша коробочка. Я говорю, что там? Она говорит, я не знаю. Я здесь смотрю, да, коробочка моя, подписано, что это для Соловьевой Марины Владимировны. Открываю коробки, в одной коробке вещь. Я говорю, я ее не заказывала, она говорит, ну, ваш же номер заказа мой, оплачен, я говорю. Даже я оплачен, в общем, посмеялись с ней вместе. Оказалось, что я на распродаже заказала себе пляжное платье. Оно шло ко мне, наверное, месяц. Я уже про него забыла, я его оплатила, я про него забыла. И вот оно пришло, а я делаю вид, что это не я заказала. А реально это уже не я. Месяц назад была другая Марина. Вот, я заказала вот такое платьице, тоже, наверное, ну, если я буду делать примерку, я, девчонки, не знаю, буду ли я делать примерку. У меня сейчас места для съемок нет. Того, которое было раньше, я там не могу снимать. И, в общем, не знаю, ну, у меня, я взяла размер SXS, оно достаточно широко. Ну, единственный какой был, в принципе, мне нормальный такой размер. И, да, тут еще есть поясок, он упал сейчас. Разрезы большие. Мне нравится, мне нравится и цвет, мне нравится, что будет скрывать купальник. То есть, белый сильно просвечивает этот, тоже, конечно, просвечивает ткань, но не так будет заметно купальник. И можно будет даже на завтрак с купальником ходить. И поясок еще есть. Это однозначно, я думаю, оставлю, потому что я пляжные вещи люблю, хотя, я не знаю, светит ли мне море в этом году. Будем надеяться пальчики вот так держать. Так, ну, давайте смотрим дальше. Это я опять заказала. Знаете почему? Потому что опять ребенок, ребенок, мать всю до липки ободрал. Как липку ободрал, до липки, до ручки. Сказала, мам, знаешь, вот я тут, посмотрю, у тебя появилось опять супер штуки, я их у тебя, в общем, заберу. И забрала, и мама заказала себе еще. Что еще мама себе заказала? Я еще себе заказала шелковистые носки и гольфы. Все, пришла пора, когда уже колготки под брюки надевать не нужно. А вот эти вещи достала и смотрю, что все, мои запасы-то оказывается осенью очень хорошо произносились. Все, запасов нет. И взяла и гольфы, и носки в бежевом оттенке. Они у нас очень классные, шелковистые. Очень дорого выглядят, поэтому даже не экономьте, ничто другое не ищите. Я вам серьезно могу рекомендовать вот эти вот и гольфы, и носки, потому что классно выглядят. Тянутся хорошо, то есть и на высоких подойдут. Я уже спрашивала девчонок, кто очень высокие заказывали. И на широкую икру, и на части, где икры, да, на ногах тоже все это подходит. Единственное, что у кого сильно полные ноги, там могут немножко они поддавливать. Резинка такая достаточно плотная. И широкая на гольфах, вот такая. Заказала себе кисть для тональной основы. Все потому, что опять ребенок. Это все вот эти вот подростки, да, которые были маленькими, и ничего это не нужно было. А теперь уже все. Теперь в мамину косметичку залезла, сказала, мне нужен тональный, и мне нужна кисть. Кисть забрала, и чем я такая думаю, что же у меня-то остается? Оказывается, мне вернули кушин, и сказали, мне он вдруг стал темноват. На, мама, пользуйся, а мне отдай свой тональный. Я забрала кисть и тональный. Ну, про тональный сейчас я вам дальше покажу, что я все-таки себе заказала тональный. Ну, а это заказала подруга, она очень долго выбирала и спросила там, а ты сама пользуешься? Конечно, я сама пользуюсь, у меня других кистей нет. Кто смотрит мои обзоры, те видели, чем я крашусь. Ну, и на кисточках уже Фаберли к новым шрифтам написано, очень красиво. Так, следующий заказ, это повторный заказ покупательницы. Пластыри она заказала. Покупала она раньше в каких-то специализированных китайских магазинах, и за упаковку отдавала, она мне сказала, около двух тысяч. Она эти пластыри использует не так, как указано на упаковке. Она их использует, когда кто-то в семье начинает заболевать. И тогда она ставит эти пластыри на стопы и говорит, что человек может не разболеться. То есть, вот все первые симптомы, они уходят. Я, честно говоря, очень удивилась, но она мне сказала это на примере тех пластырей китайских, которые она вот в этом магазине покупала. Она мне заказала первый раз две пачки, сказала, я попробую. Попробовала, и вот повторная покупка. Значит, это и так работает. То есть, мы, у нас на упаковке это не указано, но, видимо, это так работает. Раз она берет повторно, а те уже не берет. Ну и заметьте, да, разница в цене у нас 799 рублей в каталоге. У консультантов еще на 20% дешевле. Ну, консультантов, да, у зарегистрированных пользователей, у кого есть личный кабинет на сайте. Его можно оформить по ссылке под этим видео, и сразу же будет 20% скидка. Сможете еще дешевле за товар платить. И она также заказала гель для интимной гигиены. Вот это, кстати, из этой линейки очень популярный гель, популярнее, чем все остальные. И дезодоран для интимной гигиены тоже это из ее покупок. Ну, а теперь так. Ага, она еще заказала вот такой дезик. А я, представляете, закончился мой дезик, а я такая уверена, что у меня, конечно же, есть запасы. Прихожу на свою полочку со своими запасами, а дезика нет. Нет, вообще ни одного. А у меня просто насухо закончил дезодорант. Я уже вот так его ставила на крышечку. Ну, он не стоит на крышечке, она выпуклая. Ну, я его прикрываю другими баночками и использую вот досуха. Просто все стекает, я до конца использую. И вот в один прекрасный день, в одно прекрасное утро я подхожу, а дезика у меня нет, оказывается. Все. И что делать? Я подхожу к мужу, говорю, дай мне дезик. И он мне дает барберлаб, я ему покупала. И все, я вот 4 дня пользовалась барберлаб, пока вот этот не заказала и ждала его. И, кстати, нормальный дезик. Я бы даже не сказала, что какой-то он дает, я сейчас про барберлаб, что он дает какой-то там мужской прям аромат телу придает. Нет, абсолютно классно держит, вообще классный дезик. Я думаю, нафига я себе этот заказала. Надо было барберлаб его допользовать, раз он у него стоит без дела. Так, ну и заказала, заказали у меня кружку. Вот в такой коробочке приходит кружка с кольцом. Так, вот так видно вам, да? Кружку с кольцом. И, как в бриллиантовой руке, да, Нонна Мордюкова там коробочку открывала. Вот я сейчас примерно так же на пункте выдачи открывала эту коробочку. Сняла крышку, а здесь кольцо с бриллиантом. Я, значит, вот так вот тяну-тяну. Не могу никак вытянуть. А надо же проверить, кружка нормальная там внутри или ненормальная. Думаю, ну ладно, осколки не звенят, но фиг знает, как она там закреплена, да? Может быть, я бы и не услышала эти осколки. Я, значит, ее и так, и сяк, оператор на пункте выдачи говорит, Марина, так, наверное, тут как-нибудь не так открывается. Я говорю, да как иначе, вы же видите, надо вот это вот вытащить. В общем, мы с ней так хохотали, когда я просто взяла за кольцо и вынула эту кружку. То есть, вот там вынимает и кружку. И потом мы еле затолкали эту кружку обратно, потому что, ну, две руки, в общем, ее туда засовывали обратно. И посмотрите, на донышке какая милота. Я люблю фаберлик. Здесь в коробочке есть поролончик внизу, чтобы она не разбилась. Она очень тоненькая. Давайте я вам сейчас покажу поближе. Я, честно говоря, смотрела на нее в каталоге и думала, чушь какая. А сейчас мне реально нравится. Посмотрите, она, во-первых, она не пузатая никакая, она очень стройная. И, во-вторых, у нее очень тоненькие стенки. Ну, и кто говорит, неудобно держаться за эту ручку, а на фотографии за нее и не надо держаться. Нужно вот таким образом держать кружку. Уж простите за мой маникюр. У меня тут генеральная уборка была в квартире. И невозможно просто поддерживать маникюр с лаком на ногтях. Поэтому сегодня так. Ну и вот так нужно ее держать. Просто вот так вот ты сидишь, пьешь чай или кофе, и у тебя красиво выглядит рука. То есть, ну, я не думаю, что нужно держаться за нее. Это чисто такой декоративный элемент. Так, сейчас я кружечку аккуратненько на место поставлю. Слушайте, я одна справилась. В этот раз без оператора все поставила на место. На меня тут все валится. Так, все, закрыла. Ну и поехали теперь с четвертым каталогом. Пришел новый каталог пятый. Это заказ уже по четвертому каталогу. Пятый пришел каталог. И обязательно сделаю обзор. Тут и новинки, и акции. Все это мы обязательно посмотрим. Дальше. Говорила, да, что в третьем каталоге было выгодно купить гидрофильное масло. А в этом каталоге пенку. 389 рублей ее цена. Их нужно использовать вместе. Писали комментарии девчонки Марина. Ну, что это за усложнение? Надо просто одно гидрофильное масло использовать. Там у других марок не нужно никаких добавок. Пожалуйста, используйте одно гидрофильное масло. Нет такой обязанности использовать вместе. Но лучше будет очищение, если вы будете использовать в паре эти средства. Потому что от гидрофильного масла бывает сухость. Несмотря на то, что это масло, бывает сухость. Я уже тоже на этом делала акцент. И знаете из-за чего? Из-за того, что оно легко смываемое. Из-за эмульгатора, который туда для этого добавляют. И вот этот эмульгатор, он как раз сушит кожу. Его нужно хорошенько смыть. Для этого нужна пенка. Если у вас гидрофильное масло не дает эффекта подсушивающего, не используйте пенку. Пожалуйста, останавливайтесь на этом этапе. Но я заметила, что в последнее время, какую марку не возьми, какие средства не бери для умывания, все используют не одно этапное очищение, а несколько этапов. Взять ту же мицеллярную воду. Сначала мицеллярка, потом пенка или гель, и потом тоник. То есть три этапа очищения. Возьмем вот этот Айсиул. Здесь тоже, пожалуйста, у нас гидрофильное масло, пенка, витаминный тоник. И куда ни кинь, даже в клиник. Мне кажется, они все придумали. Потому что на тот момент, когда клиник трехступенчатую систему очищения придумали, там у них мыло, по-моему, гель для умывания и крем. Там у них немножко другое. Но в любом случае для очищения два средства использовалось. И вот сейчас это прямо уже где только не используется. И реально лучше очищается лицо и ощущения другие. Уже, я не знаю, которую пачку я беру, травяной сбор иммунити. И иммунити, и легкость в теле, и спокойной ночи. Все, вот мне абсолютно все травяные сборы понравились. Я практически полностью заменила зеленый чай. Кофе я заменить не могу. Я пью одну кружку с утра. Обязательно это вот прям удовольствие. Это для меня целый ритуал такой. Не связанный с завтраком. Завтрак отдельно, кофе отдельно. Просто для удовольствия. С чем-то вкусненьким. С сыром, с конфеткой. Там, не знаю, с пироженкой. С булочкой. Ну, с чем-то. В общем, это просто получить удовольствие. А зеленый чай просто у меня ушел. У меня... Черный я не очень люблю. А зеленый и поднадоел. И я этими сборами просто спасаюсь. И взяла себе очередной. Так, давайте дальше пойдем. Заказала себе повторно лак. Сейчас идут эти лаки по специальной цене. Я красила ногти этим оттенком. 7563. Это бежево-серый такой оттенок. Спрашивали, что такое на ногтях. У меня, девочки, этот лак держится 4-5 дней. Это вот не при том интенсиве, когда я бесконечно руки куда-то толкаю. Вот я сейчас уборку делала генеральную, да, и вещи там перекладывала, и пыли, и все. Я постоянно руки мыла. Конечно, не только гель-лак, наверное, выдержит тот, который под лампой. Этот нет, конечно, такого бы не выдержал. Но обычную жизнь, обычную, когда ты ни в каком интенсиве не готовишь, там ничего, просто ты живешь, как обычно, этот лак у меня держится по 5 дней. По 5 дней в идеальном состоянии. И хотя оттенок такой депрессово-сероватый и не в моем вкусе, но он мне понравился. Он делает красивыми ногти, он не делает розовыми кожу вокруг ногтей и ног, и руки некрасивыми от этого. То есть у него очень хороший оттенок, холодный, который не подчеркивает того, что не нужно, и не выдумывает того, что нет на ногтях. Так, дальше. Ну, конечно же, конечно же, я себе купила активный крем. Вот у нас сейчас идет с огромной скидкой по каталогу. И как же не взять? И его выбираем на втором шаге, потому что это бонус за покупку. Бонус за покупку на 2000 рублей. У меня сейчас такой есть, и я его использую и как дневной, и как ночной, и для шеи и декольте. В общем, он у меня подходит к концу, и к концу я его решила взять заново. Более такая цена. Сейчас я посмотрю срок годности. Мы же знаем, да, что у нас компания может под такую акцию что-нибудь нам распродать. Выпущен 25 июня 2019 года. 18 месяцев с даты изготовления. То есть в июне, в будущем, 20, да, который у нас будет, 20 года, этому крему будет год. 25 июня, то есть даже в конце месяца. 25 июня будет год. И потом еще плюс 6 месяцев. У нас до июня сейчас еще март, апрель, май и еще целый июнь, до 25, 4 месяца. Еще получается 10 месяцев срок годности у моего крема. Так что все нормально, однозначно. Одобряемся. На дневной. Я решила, что сейчас я немножко поменяю свой уход и попробую новинки. Взяла по купонам линейку океану. Слушайте, у них даже коробочки бархатистые на ощупь, такие прям приятные-приятные. Очень интересный вот этот картон. Ну, прям бархатистый на ощупь. Взяла сыворотку. Ну, морской эликсир он называется. Ну, я все это называю сыворотками. И взяла пробуждающий крем для лица утренний. А Айсиул у меня будет на ночь. Ну, насчет того, можно смешивать так или нет, Я себе даю ответ, да, можно. Поэтому буду смешивать. Ну, и внутри крем. Только-только все это получила, буду использовать. Ну, вот мне очень интересно почувствовать аромат. Я сейчас открою и мы с вами посмотрим. Ну, что-то он мне напоминает. Какой-то даже аромат, не знаю, у Фаберлик. Нежно-зеленого цвета этот крем. Слушайте, очень что-то напоминает из ароматов. Чуть ли не букет Денюд. Ночной букет. Похоже. Я тут недавно нашла пробник вот этого аромата. Я его специально отдельно заказывала. Я как-то на страничке ВКонтакте обсуждали линейку Блум. И я написала, что линейка, которая розовая, она просто шикарно пахнет. И я бы даже такой аромат купила. На что мне представитель Фаберлик ответил, что у них есть моноаромат. Ну, типа, где главная нота в аромате как раз вот этот букет Денюд. И там тубероза, вот она главенствует в этом аромате. Я заказала пробник и поняла, что для меня этот аромат из бабушкиного сундука. Вот прям какой-то такой. И вот здесь эти ноты тоже есть. Я их прям очень сильно чувствую. Не знаю, как я буду им пользоваться, потому что это не очень мои любимые ноты. Заказала себе помаду. Я же вам говорила в одном из своих последних видео, что у меня, оказывается, нет помады. У меня просто нечем красить губы. И я взяла себе бархатный сезон 40.053. О, посмотрите, какая рыжина. Ну, вот я хотела опять коралл. Хотя мне тут говорят, коралл не носи. Кто-то пишет наоборот, коралл носи. Я буду носить все. Взяла коралл и взяла не коралл. Вот то, что вы сейчас у меня видите на губах, это оттенок Glam Team. Помада увлажняющая. И у меня оттенок 4619. Я взяла пробник, попробовала, два раза накрасила и поняла, что мне очень даже нравится. Вот я брала же сначала 620 нежно-розовый. И цвет вроде нормальный, но выглядит как замазка. И как-то сушила губы. Это, кстати, вот не так сушит. Я прям удивляюсь, почему такая разница. Ну и вот так выглядит в стике. 4619. Очень слабо выражен аромат. Буду с удовольствием пользоваться. Ну, собственно, вот сейчас у меня точно такой же пробник. Тональный крем, тональный. Я повторила 61.74, тот, который забрала дочь. Я открыла каталог и поняла, что мне брать. Мой сиси-крем закончился. Сейчас действуют купоны. Какой мне брать? У меня еще есть стей-он, который у меня на лето остался припасенным, потому что я сейчас не могу пользоваться. Он прям высушивает мне лицо. И больше ничего из каталога я не захотела. Ну и купоны были. Я взяла повтор на этот. Хотя он мне особо ничего не закрывает на лице. Все мои проблемы. Но я решила так. Зато израсходую корректоры, которые у меня с плотными тональными кремами. Просто валяются. А здесь я их использую. Вот и все. И на этом я себя успокоила. И осталась с тобой. Так, впервые в жизни заказала No Stress. Реально, немножко я тут стрессую в последнее время. И решила попробовать. Знаете почему? Потому что все остальные добавки, которые я покупала, на меня нормально работают. Нормально действуют. Я даже больше скажу. Добавка для волос и ногтей. Я сейчас использую, сайхер покупала, салгар. Витамины как раз там для волос и ногтей и кожи. И я их еле выношу. Меня тошнит от них просто невыносимо. От наших вот таких добавок меня не тошнило. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но ощущения от наших добавок реально лучше. Поэтому я решила попробовать No Stress. Что у нас тут в составе? Я, кстати, читала. Так, сейчас я... Сейчас, минуточку. О, галицин, магниоцитрат. То есть магний, все нормально. Трава мелисы лекарственной. Спать, наверное, буду. Витамин В3, это ПП, никотинамид. Витамин В6, перидоксин. Экстракт травы, пассифлоры. Стратоцвет. Диоксид кремня, кальция, стеорат. Это антислеживающие агенты. В общем, нормальный состав. Буду пить. Буду спокойная, как танк. Заказала себе 4 масочки. Хотела заказать В6, но потом подумала, вдруг что-нибудь не пойдет. Пусть будут деньги потрачены на 4, а не на 6. И взяла я с алоэ, безмятежность, гиалурон, преображение, коллаген, тонус и витамин С энергии. Ой, это мой любимый цвет. Это мой любимый. Обожаю. Цитрусовый цвет, оранжевого апельсина. Суперский цвет. Ну и последнее, что я взяла. Закончились. Хотела сказать, закончились у меня тени. Они у меня никогда не закончатся, потому что... Потому что их просто миллион. Но я решила заказать себе еще одну. Почему нет? Потому что мне понравились те, которые сейчас у меня на глазах. Мне очень понравились. Зеленый этот оттенок, зеленая палета. И я взяла еще вот такую. Вот такую. Вообще, вообще не мои все оттенки. То есть, они, может быть, и мои, но я их не люблю. Но она мне нравится, и я ее купила. Я ее, конечно, купила по купонам. Не так, чтобы прям совсем за полную цену. И вот я сейчас стою, у меня аж слюнечку накрасится. Я и девчонки, будем краситься. Как-нибудь в прямом эфирчике, наверное, в инстаграмчике накрасимся. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка на инстаграм внизу. Ну и пудра. Софт-фокус закончилась. А купоны начались, я думаю. Ну, софт-фокус я уже попробовала. Нравится. Все можно брать. Все понятно с этим. А новую пудру я так и не затестила. И решила взять еще и новую пудру. Тоже по купончикам. Со скидкой. Кстати, кто не смотрел мое видео, посмотрите. 40% купоны даже действуют очень круто на эту линейку. И можно очень выгодно заказать. Ну и вот так выглядит пудра. У меня оттенок 63-64. Это серединка. Не самый светлый и не темный. У меня, кстати, есть пудра. Самый светлый. Знаете, почему я не стала покупать? Потому что я видела в обзорах, что он выглядит прям как мука. Прям такой белый-белый. Мне не хотелось. Мне хотелось такой средненький оттенок. Вот как софт-фокус светлый. Мне вот прям такой был нужен. Я взяла серединку. Выглядит вроде бы не очень темно. Ну, на пальце это не показатель. Конечно, надо на лицо наносить. Все очень приятно. Все очень приятно выглядит. Очень приятно сделано. Ну и аромата нет абсолютно никакого. Упаковка, кстати, удобно носить в косметичке. Ой, в косметичке, в сумочке. Даже в маленькую войдет. Вот это прям особо, особый респект за такую упаковку. Будем тестировать, будем пробовать. Вот. Ну и за одним сравним софт-фокус, который у меня остался совсем чуть-чуть. Я, кстати, да, показывала в инстаграме, как я ее обратно спрессовывала. Когда она вся рассыпалась уже, когда по бортикам только остались у нее, осталась пудра. И она в одном месте скололась и вся раскололась. И я ее спиртиком сбрызнула и спрессовала заново. В общем, стою я, смотрю в окно, а у меня там ребенок на школьном дворе на лыжах катается. Так интересно. Снимаю на балконе, поэтому вот вижу моего лыжника. В общем, девчонки, это все. Это да, все. Все, что купила, все вам показала. Теперь будем тестировать. Все. Буду тестировать однозначно сначала в инстаграм, потому что там более... Там другой формат, там все можно коротко, быстро показать, рассказать. Здесь, конечно, вот что-то поглобальнее. Поэтому подписывайтесь. Буду рада видеть вас в подписчиках и там. Ну, а на этом все, девчонки. Кто еще не зарегистрирован, скидки нет, проходите под это видео. Там есть ссылка на скидки и подарки. Подарок за первый заказ у нас два аромата на выбор от Ринаты Литвиновой. Вот такой вот подарок. И там же все ссылки на мои соцсети. Там на инстаграм, на ВК. Ну, ВК у меня так, такая ленивая сеть. Я то там активничаю, то потом забываю. А в инстаграм-то там, конечно, повеселее. Поэтому добро пожаловать. Ну, все, спасибо всем за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok